Наступила осень, а значит пришло время подводить итоги. В третьем трудовом семестре каникулы с пользой провели почти полтысячи парней и девушек. В городе были созданы производственные, медицинские, сервисные, экологические и сельскохозяйственные бригады. Их пополнили учащиеся бабруйских колледжей. Всего 37 отрядов. Впервые трудились у нас ребята, вышло предприятие «Беларусьнефть» в преддверии европейских вторых и европейских игр. Вышли к нам с предложением таким и трудилась. Здесь человек стал строительного колледжа и у них была хорошая зарплата, 350 рублей средняя. В преддверии дня студентов потенциальные инженеры, слесари, кондитеры, строители и врачи собрались вместе, чтобы узнать, чья именно бригада в списке лидеров. Будущий фельдшер-акушер Аня Шинкарева работала в первой поликлинике. Это лето для нее стало по счету вторым трудовым. Учащиеся медколледжа отмечает, она довольна и зарплатой, и условиями, и коллективом. Тем более, что ее отряд назвали лучшим. Очень понравилось. Отношение прекрасное. И с санитарочками, которые с нами работали, и руководство. Многим из нас предложили остаться потом работать, так как мы связаны с медициной. И поэтому все остались в восторге. И огромное спасибо БРСМу за такую возможность. Лучшим нанимателем по итогам третьего трудового семестра признан БУКДЭП. Дорожно-эксплуатационное предприятие больше других дало возможность учащимся подзаработать в свободное отпар время. Кстати, популярность студенческих отрядов с каждым годом в Бобруйске растет. В этот раз свои навыки показали и 117 несовершеннолетних ребят. Но сейчас будущим специалистам предстоит и дальше постигать азы теории, чтобы в следующем году блеснуть на практике. Мария Пересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.